Это было время воли. Воля как бы внутри человека и воли как вольности. Мы сейчас говорим о времени, не о тюрьме, а времени. Нет ничего страшнее идеального соблюдения закона. Это ад. Они же не дерутся. Они же, ну, это не динамовская школа бокса. Бритвы, какие-то шила. Ну, они умеют. Мир устроен так. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Евгений, в 92-м году вы осуждены по 148-й статье вымогательства. Сколько получили лет? Ну, популярнее называется рэкет, да? Как в кино. Получил 6. Куда вас отправили из зала суда? Где я и был, в тюрьму. Петербург известен крестами. И большинство, я думаю, что в мире люди знают, что кресты – это два креста. Но в действительности в Петербурге крестов больше. Рядом стоит тюрьма, называется четверка, да, четвертый изолятор. Это третий крест. Просто его не видно. Вот на этот крест и отправили. Вы там сколько времени провели до суда? За год где-то. Ну, где-то там, чуть побольше. В каких условиях вы там сидели? Что это? Вы помните свои вообще первые впечатления от того, когда... Ну, вот первый день, когда вы оказались в тюрьме. Да, но тут надо смотреть теми глазами, да. И это... Во-первых, надо понять, что время было другое. Мы очень часто употребляем слово «свобода». Вот, ее трактуем, что-то такое там, жуем. Это было время воли. Воля как бы внутри человека и воли как вольности. Это совершенно другая история. Это история про запорожские казаки. Пишут письмо, посмотрите на их лица, да. И так не бывает, что на улице воля, а в музее консерватизм. Так не бывает, да. Это воздух. И, разумеется, он изменил и тюрьму. Ну, плюс экономика падает, да. Зарплаты охране не платят. Ну, и вот наоборот события. Поэтому, если я бы сейчас разговаривал бы, и мы бы собрались, я бы вспоминал, как мы жили в тюрьме, то в университете УФСИН никто бы не поверил, а подумал, что мы просто какие-то футурологи или фантасты пришли, забавляем, они просто не поняли бы, что мы говорим, как мы жили. То есть тюрьма была... Ну, периметр был. Периметр – это что такое? Ну, как бы стены тюрьмы. Ну, все. Ну, что это? То есть вот вас заводят туда. Что? Первое впечатление? Во-первых, все были готовы. Вы были готовы? Ну, да, все были готовы. Если ты, боксера, выходишь на ринг, ты же готов, что ты упадешь, правильно? Для тебя это не является откровением. Ты стараешься, но ты падаешь. Вообще, начинались две истории для спортсменов, как для братвы, для носителей этой, я ее называю, контркультуры. То, что, конечно, хочется жить богато и долго, но есть два варианта – либо кладбище, либо тюрьма. То есть, в принципе, все это понимали. Вот. И про пулю от кого-то они уже летали, ну, как бы это как судьба, да, или как какая-то ситуация, а тюрьма все-таки государство, да? Ну, государство, да, государство было очень слабое, очень слабое, но оно существовало. И проезжая мимо крестов, появлялись традиции сигналить. И вот это всегда, если мы бы сейчас бы в 91-м, 92-м, 94-м бы просто постояли около крестов, да, мы бы увидели бы буквально через пять минут каких-то машин, там, тонированные машины, они тут сигналят. Мы подумали бы, что что-то… Да нет, они просто вот как бы так сказать, ну, привет, там, скоро будем. Это было… это было нормально. Ну, а любой заход в подводную лодку, он… Ты же никогда не был в подводной лодке, да? Какие бы ты фильмы ни смотрел, ты как бы готов, но тебя много… Ты не понимаешь, да, еще, где оказался, как в новой квартире. Ну, вот. И тут, опять же, братва захватила власть на улице полностью. Как бы страна до большого бизнеса подчинялась спортсменам. Ну, и, разумеется, и в тюрьме. Если раньше тюрьма была, ну, там, блатные, да, царствовали, это их храм, их дом, то туда пришли спортсмены, они не были носителями вот этой вот какой-то гулаговской идеологии, воровской идеологии. Они не понимали это и не хотели это понимать. Они пришли со своими порядками. Вот. И стали потихоньку захватывать власти в тюрьме. Поэтому… А если из репортажных моментов… Разумеется, я заезжал, у меня была уже вот такая сумка хоккейная, да, ну, и там и чай, и кофе, и сигареты. Ну, в общем, ну, как, кредитную карту же надо иметь, правильно? Ну, и вот какие-то бедолагы везут, там, ну, заносят, там, первый пошел, первый. Ну, ты понимаешь… Загуся? Ну, какие-то, ну, видишь, ну, ну, совсем, совсем, совсем вот сюда не надо. Ну, и видишь, спортсмены заходят, ну, вот. Ну, а дальше начинается, там, какая-то история, там, давайте, там, шмон, ну, блок сигарет дал, шмона нет, там, поехали. Ну, это, ну, как бы репортажи, да, раз, там же выдают, там, ну, какой-то матрас, еще что-то, еще что-то там стоит какой-то там из хозобслуги, ну, вот, бедолага. Ты ему, там, блок, там, еще сигарет дал, у тебя уже самое лучшее все в упаковке. Ну, товарный рынок, да, все, отошел, и все, идешь. Пока, пока тебя ведут, там уже с разных сторон, там, о, привет, привет, уже кричишь, там, о, а ты здесь, да, я здесь, там, ну, все уже, да. Ну, это, это кажется, что тюрьма что-то такое секретное, такое, тайное, да, там, как это в кино показывают, там, лицом к стене, там, ну, какие-то такие вещи. Есть ли они? Ну, да, они есть, там, на Лубенке до сих пор, да, в основном, это тюрьма, это такой цирк колизей, да, ты только вошел, уже все, уже все знают, уже, ну, кто надо, да, и вот и все, а, ну, все, и поехали жить. А в камере сколько человек было? А тогда, ну, видите, кресты, когда их устроили, это была самая современная и самая гуманная тюрьма, наверное, ну, одна из лучших в мире, да, то есть... Это когда было? Это когда, конец 19 века, ну, вот, то есть одна камера, один человек, ну, что-то такое, штука невероятная, да, потому что до-то этого, извините, там, монастыри и так далее, да, то есть там, остроги в прямом смысле, вот. Но потом жизнь идет своим чередом. Конечно, самое страшное было при 30-х, 40-х годах, ну, куда уж там, ну, совсем, совсем демонизм. Ну, вот, но ведь 90-е годы дали вот эту, вот эту Молотиловку, и в кресты стали попадать батальонами буквально. И там было, там, была камера на одного человека, а уже началось, что, шесть человек. Ну, сидел по 12, по 11. В одноместной? В одноместной, да, на 8 квадратных метров. Ну, любой человек сейчас может посмотреть на свою кухню. У кого-то 8, у кого-то 10, у кого-то 12, да, ну, где-то вот так примерно, да, наверное, устроен, средний мир, да. Ну, а теперь представьте себе, что вы пригласили, там, 10 человек с работы, классных ребят. И вот в этой кухне с этим холодильником и с этой плитой и с самокатом, который приедет, вы будете жить год. Да через три дня такое начнется. А в вашей камере сколько было? А я, как, я же из бывших сотрудников, ну, вот, да, то есть, и, разумеется, тогда еще была такая вот, ну, бывшие сотрудники нас сажали. Ну, то же самое, 11 человек было. Это опера в основном и так далее. То есть, ну, ну, как, когда заходишь, ты не понимаешь, как ты зашел в троллейбус, и вот запихнулся в троллейбус. И первое, конечно, ты даже не понял, что произошло, и ты так думаешь, через три минуты ты выйдешь. Да нет, вообще-то, надолго, да. А потом как-то живешь, 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 и вообще места много. И потом, это же не сидение, как мы сидим, да, и будем годами сидеть. Это какие-то, это постоянное движение, постоянные какие-то дела, постоянные, то есть, это не тишина. В тюрьме, ну, в крестах, да, вот этих, в великом этом замке Дракула, да, там такая есть поймать тишину, там где-то 4 утра до 4.45. Просто все уже больше не могут, да, шуметь и двигаться, да, они засыпают, а и как бы тюрьма, вот она засыпает полностью, тишина. 4.45 начинаются первые этапы и так далее, и снова начинается лязг. Так вот, люди просыпаются от тишины. То есть, если ты как бы спишь, да, если ты еще не привык к этой тишине, да, то ты просыпаешься, ты не понимаешь, что делать. На самом деле тихо, потому что до этого, ну, ты постоянно живешь в звуках, крики, там кто-то, там, что-то надо делать, кому-то что-то передавать, там, ну, то есть там, там много дела. А для вас что было самое тяжелое, вот в первое время? К чему было сложнее всего привыкнуть? Кроме того, что ты находишься в маленьком пространстве с излишком людей? Ну, это как любому человеку энергичному, да и любому человеку. Он же привык, дело не в движениях, дело не в том, что ты едешь, там, ну, что-то делаешь, или, там, какие-то женщины, там. Дело не в этом, а дело в том, что ты, как бы, делаешь много дел, абсолютно неважно каких. Ты грузчиком делаешь много дел, у тебя какие-то проблемы, ты постоянно решаешь. Либо ты, там, какой-то серьезный человек, да. А тут раз, как бы, идти не надо ничего делать. И у тебя возникает, ну, наверное, у нормального человека возникает прежде всего чувство про, там, жену, детей, мать, там, ну, вот эти переживания какие-то. У кого-то, там, про деньги, там, ну, как бы, да, как он жить будет. Ну, вот, то есть это естественные вещи какие-то. А у людей энергичных, в тот момент была братва, там не было, ну, не было проблем с деньгами, не было проблем, там, ну, вот, с тем, что мы, как бы, ну, что дорого для обычного человека. А были проблемы в том, что, как бы, что делать-то? Ну, сидишь и сидишь. Ну, там, телефоны, разумеется, там, начали появляться уже, там, ну, вот. Невзирая на то, что они были вот такие вот, ну, все равно они появлялись. Ну, вот, и вот это вот желание что-то сказать на волю не в смысле, там, как дела, привет, ну, глупость какая-то, а вот давай туда, там, а ты поезжай туда, там, а ты поговори с этим. Вот этой функции не хватает. Но она тут же заменяется внутренней функцией, да, потому что ты, как бы, сидишь, ну, представьте себе разные виды спорта, да, собрали в какой-то странный лагерь, да, и ты так или иначе знаешь каких-то спортсменов, с кем там выступал, или там, ну, и так далее, да. Ты находишь эти общие языки, вот, и уже забываешь. А были люди-сидельцев, те, кто сидели с вами там одновременно, кого вы до сих пор, не знаю, вспоминаете, кто у вас произвел неизгладимое впечатление? Неизгладимое. Из тех, кто в крестах там сидит. Ну, мы не будем говорить про каких-то там, ну, какие-то буйных, да, эти, которые там, ну, какие-то явления, да, которые постоянно дерется, кричит там, ну, и так далее, и так далее. Ну, это такие, ну, как, ну, как скоморохи какие-то. Ну, это неправильно, да. Если про сильных людей, дело в том, что мы все равно старались сидеть друг с другом. Кто-то платил, так получалось, да, друг с другом. Дело не в высокомерии каком-то, а, ну, либо какой-то пацан совсем там, какой-то наркоман, ну, о чем, да, о чем говорить, ну, его только кормить нужно, либо заставлять его там мыть пол, ну, это неправильно. Либо попадались люди, знаете, я помню, какой-то полковник какой-то армейский. Что он там украл там? То ли танки украл, то ли самолеты. Ну, он, ну, полковник. Притом он такой высшее образование есть, я вот академию закончил. И вот нам его кинули. Я говорю, ну, сразу жалко становится человек. И вот, ну, ну, все, катастрофа. То есть все уже такие расслаблены, а для него это невозможно, да, вот для него невозможно. Ну, мы начали, ну, вот кто-то, ну, вот полковник там где-то работал в штабе. Ну, вот тут вот все не так, значит, меня оклеветали. Конечно, оклеветали. И начинаем, это не злость. Начинаем там, слушай, там, а что там? Говорят там, потому что такое со склада что-то. У-у-у, а какая статья такая? Мама дорогая, да, тебе влепят. Ничего там, ну, десятку отсидишь там в Норильске, там уже нормально будет. И как бы вот, ну, вот эти шуточки-прибауточки. Ну, вот. А он, а он накрылся полотенцем, сидит и говорит, я сегодня повешусь. Я говорю, все хорошее. Я говорю, ну, что, ну, как кричать? То есть, ну, то, что проходит с, ну, как бы обычным человеком, да, мы его ели, успокоились. Мы ему два часа объясняли, что в Норильске не пошлют. Вот успокоились. Ну, зачем с такими? Ну, зачем с такими? Ну, он не повесился? Да нет, нет. Мы его покормили, отмыли. Ну, зачем с такими сидеть? Да, ну, что, ну, что с ним? Он старше, образованнее, несчастнее, да. А и стараются, и спортсмены группировались, да. И вот здесь уже возникают, конечно, какие-то личности. Ну, вот. То есть, ну, когда ты запоминаешь человека, то есть ты его там знал по воле где-то, ну, слышал про него, а тут ты вот, ты живешь с ним, да, и разговариваешь, и понимаешь, там, какая крепость. Я очень долго сидел с таким соколом, с Сережей. Ну, вот. Мы постоянно играли в теннис с ним. Ну, там же по-другому устроено все, чем по телевизору. Это в Крестах еще? Нет. Это уже на Зуне? Да, на четверке, на четверке. В другой тюрьме. Да нет, в тюрьме там теннисные столы поставили. Ну, небольшой теннис, но нормальный. А это где, подождите, четверка? Ну, на Лебедево. Лебедево и четвертый изолятор. Это после Крестово туда поехали? Да. А какие теннисные столы? В пинг-понг? Ну, конечно. Конечно. И что-нибудь такое, вот ракетка в меня летит. Ну, я там подожду пять минут, пока выдохнет. И я его запомнил по какой... Это такая вещь, это не о нем, он просто донес до меня это, и он донес, и он как бы... Я когда пришел к нему, меня перевели, я пришел, и он довольный, довольный такой, он такой боксер такой, физиономия, у него какие-то куры лежат, яблоки там, телевизор, ну, счастье у него. Я говорю, я зашел поздно, я говорю, я говорю, Сок, что ты такой довольный, а? Ну, вот, он говорит, Женя, да нет, говорит, а что, говорит, а что не так-то? Я говорю, не знаю как. Я говорю, что-то не так все-таки в нашей жизни. Он говорит, да ты, говорит, не понимаешь, мы здесь самое, говорит, спокойное место, мы, говорит, здесь с тобой выживем. И до меня как до жирафа дошло, что он сказал то, что лежит на поверхности, просто я на всю жизнь забываю. Я говорю, смотри, что там творится, да режут, мы же режем друг друга, а здесь, говорит, нормальная история. И мы сделали такое, Ватман достали, несколько листов Ватмана повесили в камере. Ну, вот, и расписали всех, ну, где какие-то кланы, кто там Тамбовский, кто Казанский, значит, ну, ну, как это, государственные модели, первый зам, там, начальник безопасности, начальник отдела. Ну, вот, и каждый день, значит, это зачеркивали. Он говорит, ну, видишь, смотрели, как они там живут, ну, и кто-то, или там сидим-сидим, там, раз, кто-нибудь придет, там, кричит с воли, там, кто-то, о, там, кирпича завалили, Жень, бери фломастер, зачеркивай. Ну, вот, то есть, это вот такая вот история была. И действительно, ну, там война. Там, ну, резня-то началась такая, нешуточная. Убивать стало легко и просто, и приятно. Ну, вот, а здесь все хорошо, не только яблоки, и вообще там разное было. Что? Ну, там, и женщины были. Ну, нет. Ну, я, мы сейчас говорим о времени, не о тюрьме, а времени. Вот, если что-то сказали, я вам скажу такую вещь, но я, я хочу сказать, чтобы это было, я не о себе говорю, я говорю, то есть, я как стекло некое, увеличительное или какое-то, через которое можно посмотреть на время. Потому что, глазами не видно. Если вы, прямо сегодня или завтра подъедете к четвертому изолятору на улице Лебедева, он такой же пустой стоит, хотя нет, там поселок сейчас, ну, такой заброшенный, как кресты. Ну, встанете, вот, вход, КПП, и справа метров, ну, 50, наверное, 70, такие железные ворота. А в железных воротах такая калитка железная, а там такой глазок. Ну, глазок, глазок, правильно? Я эту стену сломал, я поставил ворота, я поставил калитку, я поставил глазок, и там еще был звонок, он просто отлетел за четверть века. Звонили в звонок, я смотрел в глазок, открывал, ко мне заходили, я закрывал. Какие, вы говорите, женщины? На этом фото Анна Мэри Мозес, более известная, как бабушка Мозес. Всю жизнь она проработала на ферме, но после 70-летия начала много рисовать из-за артрита. Однажды ее картину заметил живший в Нью-Йорке Луи Кальдор, который так впечатлился работами Анны, что решил показать их широкой публике. В результате множество выставок по всему миру, сама Анна стала легендой примитивизма и получила кратер, названный в свою честь на Венере. Сменить свою деятельность можно, и вдохновляющих примеров действительно множество. На этом фото Алина, и она решила не дожидаться восьмого десятка, чтобы поменять свою жизнь. Ведь в свои 22 года она перестала работать инструктором по вождению в Тюмени, заработала 3 миллиона рублей и купила новую машину за 10 месяцев благодаря зерокодингу. Зерокодинг — это технология, позволяющая создавать мобильные приложения без написания кода из готовых блоков, как конструктор. По такой технологии работает Тильда, Викс, популярные и очень успешные конструкторы сайтов. Научиться зерокодить можно всего за несколько недель в университете зерокодинга. После этого вы сможете сами создавать приложение на заказ. Такая работа может приносить доход до 200 тысяч рублей в месяц. Пример Алины, которая тоже отучилась в университете, это отлично доказывает. Сейчас университет зерокодинга приглашает на интенсив по разработке мобильных приложений на зерокоде. Он прекрасно подойдет тем, кто интересуется новой профессией и возможностью работать в IT. Ведущий марафона Кирилл Пшинник, генеральный директор университета Зерокодер. Кирилл расскажет, кто может стать зерокодером, как освоить профессию, получать заказы и искать работу. А также ответит на логичный вопрос о том, почему зерокодинг не конкурирует с классическим программированием, а дополняет его. Участие бесплатное, поэтому регистрируйтесь на интенсив прямо сейчас и начинайте создавать свою вдохновляющую ссылка в описании. А наверху такая была вышка, да и сейчас она стоит. Это очень интересно. Там такой был охранник постоянно, его звали йогурт. Как? Йогурт, он любил йогурты, а денег-то нет, они уже мало или не платили, мало платили. А можно я вас спрошу, а у вас было прозвище? Было. По улице сначала Джордж Мэри был из «Острово сокровища», потому что ему все на лампочке было. Через час те из вас, кто останется в живых, будут завидовать мертвым. А потом Джексон от Дженни, это же так производится. И этому йогурту, а он наверху с автоматом, у него семь патронов, он все понимает. И от этой калитки сделанной с разрешения, это же не ночью ломали-то. «Ну, как бы в этом здании сломаю крышу? Ну, как я это сделаю?» Все с разрешения, все, якобы склад там. Ну, вот, и кричишь ему «Йогурт? Я до филляндского вокзала сбегаю, куплю там. Ну, да, давай». Ну, открываешь дверь, в честную добежал, ну, там сколько, метров восемьсот, наверное. Потом думаешь, что это бегают? Идешь спокойным ходом, там, что-то поел, вернулся с этим йогуртом себе, ему подкинул. Все, все работало. Встать! Здравствуйте! Здравствуйте! Граждане! Попросы. Алтавр Главный. До свидания! Вы в Крестах год отсидели, а вот в этом четвертом? Нет, нет, в Крестах быстро, там несколько месяцев. А в четвертом? А в четвертом где-то год. Можно я еще хочу спросить по поводу сотрудников СИН, или как они тогда назывались? Тех, кто работает надзирателями в Крестах, что это за люди? Ну, надзиратель, да, у них там по-другому. Безусловно, они разные, но их отличия, принципиальные отличия от, ну, как бы силовики, да, мы принялись, силовики там, ФСБ, МВД, ля-ля-ля-ля-ля-ля, все силовики. Чем они отличаются от всех остальных? Не тем, что прокуратура тут, а это МВД, нет, а в том, что они живут вот в этом пространстве вместе. Ну, сидят-то столько же примерно, правильно? И как бы они не относились к арестантам или к людям из лагерей, это как бы, это их люди. Это их люди. И для них все остальные вольные силовики это чужие. Это более чужие, чем арестанты. Так никто не говорит. Но это так. Если мы возьмем, выберем такой какой-то опрос, сделаем, допустим, день рождения там у прокурора, допустим, сотрудника ФСБ, у следователя МВД, ну и так далее, наберем таких людей, и сотрудника ФСИН, или день рождения, свадьба там, да и так далее, то у сотрудника ФСИН обязательно будет много людей, которые с ним, ну, которые сидели, как бы он охранял, он работал, они сидели, а у тех нет. А у тех может быть там брат случайный, или там одноклассник, да, но это такая, а здесь обязательно будет. Они очень ревностно к этому относятся, потому что все те, кто носят погоны, ни в какую тюрьму они не ходят. Они заходят до следствия в кабинет, их дальше не пускают, они дальше не понимают, что происходит, и выходят, и говорят, мы были в тюрьме. Ну, это как проехал мимо Эрмитажа, я искусствовед. Прямо так. А теперь пора ехать на работу к этим уголовникам, к этим бандитам, к этим моральным уродам. вот я и мечтаю о том, что когда-нибудь, когда-нибудь в нашей тюрьме будут сидеть только кристально честные и глубоко порядочные люди. после четверки, четверки, вас отправляют на зону. этап, это у вас как происходило? опять же, да, ну, по большому счету нас разбросали, не только меня, остальных тоже, и еще, ну, мы уже перешли все грамки, рамки приличия, нельзя было так жить, ну, нельзя, то есть, как бы, ну, в смысле, гулять до финляндского? ну, да там это, это вообще, это мило чай, что там было, вот, и, ну, и, конечно, государство на патрон больше всегда, даже у слабого государства на патрон больше, ну, и сверху сказали, все хорош, заканчиваем эту анархию, ну, вот, и разбросали, ну, соответственно, опять же, ну, ты ходишь в путь какой-то, да, ну, а ты подготовленный, да, у тебя, опять же, ты все берешь с собой, сумки там, такие, такие, туда все складываешь, деньги зашиваешь, ну, вот, но, и этап, он такой, такое русское слово, какие-то вагоны, столыпинские, столыпинские, ну, столыпин, конечно, другой исторический, столыпин, это же, ну, вагоны для скота, грубо говоря, для крестьян, да, те вагоны, которые идут с арестованными, с осужденными, это не столыпинские, их просто так называют, будем так называть, это опять же, ты попадаешь туда, и, а там конвой, внутренние войска, двери закрылись, и никто никогда ничего не узнает, что там происходит, это вообще такая, такая подводная лодка, только, которая так летит, тогда никто не может зайти, ничего не может проверить, и там есть свои правила, ну, вот, а какие правила? Чем лучше ты хочешь ехать, тем больше ты должен, ну, поблагодарить людей, правильно, но как иначе-то, а что, в метро не так? Нет. Поэтому, ты должен сесть, ну, желательно, там же, ну, ну, купе там, не продохнешь, лучше, чтобы это одно купе было, правильно, на тебя, ну, ты же СВ хочешь ехать, правильно? И такое можно? Можно. Дальше, ну, в зависимости от того, ты хочешь собеседника какого-то, ну, какого-то, ну, ехать, допустим, несколько дней, да, и что там, ну, поговорить, а выпить, ну, и так далее, и так далее, да, это нормальное, если у тебя есть возможности, ты это делаешь, а возможности были, поэтому, раз, всех затрамбовали, ну, а потом, когда двинулись, там уже ходит какой-нибудь, ну, как это, сержанты-то все сидят там, с прапорщиком, ну, молодой, взад-вперед, перед клеткой, как в зоопарке, ну, он говорит, слушай, позови старшего, ну, подходит уже, что, ну, такая история, так-то, 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 так-то. прям купе-купе? ну, разумеется, без подушек, вот, и, ну, соответственно, водка, да, ну, плюс еще доплатили за то, что там водку обычно они продают и наливают в кружке, то есть стекло не дают, ну, можно заплатить, чтобы со стеклом дали, ну, как бутылку, ну, чтобы как-то сидишь так, ну, а дальше у них кухня, у тебя же там, ну, горячего всякого у тебя нету, правильно? Ну, какие-то, какие консервы не были, они холодные, или там кофе там, или там шоколад и так далее, а у них там, ну, своя же кухня, они же там питаются, слушай, там, котлеты туда-сюда, хорошо, а рядом там набито, как сельди, мир устроен так, все справедливо. Сколько дней вы ехали так? Ой, мы как-то быстро. У меня два так. Вам было страшно ехать на зону? Да нет. А вы знали, то есть, куда вы едете и что вас там ждет? Я понимал, я понимал, я просто не знал, что я там попаду в один замес до этого. До замес? До чего? До зоны. До зоны. А что за замес? Ну, сначала же в Свердловск, в Екатеринбург, всех, это такое удивительное место. У нас тоже у нас кресты-кресты, а там вот эта вот Елизаветинская тюрьма, такая старая. Ну вот. И там со всего, со всей России одних заходят, других вывозят. Ну как? Пересыльные. Да, как пересыльные. А что такое пересыльные? Это куча работы у людей, у охраны. Все, кто там им фиолетово, да, сегодня ты завтра, ну как бы ты, ну ты никто, порядка никакого. И плюс наверху тюрьма, ну уже арестантская, а там все эти Уралмаш, центровые, там у них своя песня. Ну вот. И это было, ну так, начались проблемы, а потому что нас кидают туда, и ну как сказать, ну такой, знаете, как вот, я еще тогда, когда нас кинули, только я так посмотрел на всех и думал, что, вот я клянусь, я это, я это про себя произнес, что Герман бы снял бы с первого дубля. Все придумал. Говорят, ночью погром будет, умника претать будут. Летать учимся, и все больше вниз. Это такие, какие-то своды, кирпичные какие-то, ну какая-то, вы знаете, как, ну что-то такое вот, то ли ГУЛАГ, то ли про Петра Первого, что-то вот какое-то непонятное. Какие-то, какие-то сидят блатные. То есть кресты такого впечатления не произвели? Не было, не было. Какие-то блатные, при том они в каких-то сапогах начищены, с какими-то перстнями, какие-то распальцованные, что-то, жгут какой-то, такая у них свой, свой такой, история. Тут, значит, какие-то, потом чехи оказались, ну чеченцы, военнопленные, вот, в этой форме, в черной, без знаков отличия, какие-то спортсмены, двери открываются, какой-то, какой капитан, которому, ну там уже, наверное, третьи сутки, еще дарит там, красные налево, черные направо, там, все так, ну вот, ну и так смотришь на это с удивлением, и сразу начинается, то есть, ну, находишь своих тут же, ну, по одежде, ну, как бы, ну, видишь, спортсмены, да, ну, тут же, ну, как я не знаю, там, как пианист, пианисты, наверное, увидят, сразу, сразу говоришь, там, так, ты откуда, ты откуда, там, что, и тут же идет закус с чернотой, а чернота это кто? Ну, вот, блатные, ну, видно, и вот они начинают, что такое, а, там, что-то, как-то среди вас, там, что-то такое, мусора, по-моему, есть там, ну, есть там, ну, вот это, ну, все, конфликт идут, что-то такое говоришь, слушайте, давайте как-то, давайте сегодня, сегодня без резни, вот, что-то опасаешься, я говорю, я не опасаюсь, что мне опасаться, ну, сейчас это быстро закончится, сейчас дверь откроется, там, оттуда прибегут люди, начнут по нам ходить, поливать черемуху, ну, не хочется, ну, ну, и все равно понеслось, нас, человек, там, 15 было, их там, побольше, а они же не дерутся, они же, ну, это не динамовская школа бокса, бритвы, какие-то шила, ну, они умеют, вот, и так получилось, что нам помогли как раз эти чеченцы, они как бы бог дали им, так смяли, ну, а потом двери распахнулись, овчарки, в прямом смысле, живые, а черемуха, ну, только лежишь, закрываешься, только тебя там, этими, берцами, а черемуха, это что, поясните, а? А черемуха, это что? Ну, это как газ такой, ну, вот, все, все хорошо, потом, берешь какие-то там свои там, ну, деньги, скажем там, дежурным, говорят, слушайте, ребята, все понятно, давайте там в душ, ну, дайте привезти, хоть какой-то порядок, но, но только со спортсменами, вот, а вот эти пусть за себя платят, вот, и, там, этот чечен, Адам, а вам досталось сильно? А, я, я, это самое, специально, ребята, мы взяли свитера, ну, кто был, и вот так вот обмотались, один свитер, второй свитер, ну, вот сюда вот, ну, бить-то сюда будут, и, ну, на сантиметр пробили, там, это не считается, ну, а потом тоже, это же не мешок, чтобы стоять, тоже двигаешься, ну, вот, и, тоже философская вещь, он такой, какой парень такой, черкес настоящий, я ему, души-то, моемся, и я говорю, слушай, я говорю, радам, ну, во-первых, благодарю, ну, что так, как-то вы так, это, из-за угла, я говорю, а вы прямо так и говорили с ним, я тебе благодарю, да, благодарю, да, я говорю, да, ну, как, их там чек-6 было, но они-то, неожиданно, неожиданно ударили, я говорю, я говорю, слушай, я говорю, а ты, что там, с ворами не очень, он говорит, да нет, это нормально все, я говорю, а ты, спортсменов там, как-то там, уважаешь, он говорит, да не, говорит, ваш спортсмен, без разницы, я говорю, а мы вот, а я был, из бывших сотрудников, еще два борца, с ОМОНовца, с тоже, опальных, с Мурманска, я говорю, а ты, что там, ну, там, с красными, он говорит, да, я говорю, я говорю, а, что вы вписались-то, ну, тогда, ну, в чем смысл, а он говорит, а мы вместе с вами на зону едем на 13-ю, так что, пока мы здесь сидим, мы за вас, логика, все, абсолютно, абсолютно, правильно, то есть, ну, вот, то есть, вот так человек думает, и я считаю, что так человек должен, правильно, он правильно думает, и так должен думать каждый человек. Даже в этой встрече кубинский тяжеловес Теофила Стивенсон с трудом сдерживал натиск Петра Заева. Непримиримость в борьбе, только непримиримость. Ну, и вообще, там, это, опять же, такая история, сейчас это неведомо, где-то немыслимо, но, опять же, там, это, Екатеринбург, это, там, там, тюрьма, там, там. А вы ехали, это какое время года было? Зима. Зима. И мы, нас там подняли, ну, сразу постараешься, чтобы в какую-то, ну, камеру-то попасть нормально. Ну, чтобы не с, ну, не с бездомными, правильно? Ну, сразу командир, слушай, куда-нибудь. Это уже на зоне? Нет, уже. А, в пересыльной? Да, в пересыльной, слушай, там, туда-сюда, ну, к своим. Он говорит, о, хорошо, давай. Я думаю, я потом уже думал, что я что-то поторопился. А там, если в Крестах маленькие камеры, ну, они маленькие, да, то там такая история, там, по 60 человек, по 40, огромные камеры. И я же, ну, называется, спрашивать надо. Нас туда кинули, к Уралмашевским, а там сидят, оказалось, в этих камерах Уралмашевских, в этих центровые, у них идет что-то, они уже там, ну, как бы, а у них на улице война. И если в Крестах как-то это все, ну, примирялось, и там, ну, называется, ничего личного, то там она продолжала, то там они продолжали прямо в тюрьме. Вот. И как раз мы попали вот в эту волну. Мы же не знали, да? Ну, приехали, приехали там, спортсмены, что-то мы слышали там, вагин там, ну, какие-то доносились. И нам интересно было. Ну, они говорят, вы оттуда, оттуда все правильно там. Ну, вы сегодня, сегодня ночью там с нами пойдете. Я говорю, куда? Ну, мы там, значит, долбить будем там, еще там, цитровых там. Мы там договорились, двери откроют, значит. Я говорю, слушайте, как бы, мы пока посмотрим. Ну, вот. когда ночью это двери открываются, туда залетает, ну, там, по-настоящему там. То есть, я так, я так зауважал Урал. Думаю, как тут дело поставлено. Это вам не в теннис играть. На Лебедева. Это так, совершенно верно. То есть, там, там, конь копытом били друг друга. И все это, это тоже интересно очень. А как вы думаете, а сейчас, вот примерно такая же разница между петербургскими тюрьмами и Централом в Екатеринбурге? Мы сейчас живем в это время. И это время началось не в этом году. Допустим, в 10-м году. То есть, время стало другое, да. 90-е закончились, потом гламур нефтяной. Потом, как бы, да, и пришло время такого порядка. И на парковку надо платить, и курить нельзя, и то-то, 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 и вообще бардак. Да не, ну вот, ну вот такая вот, такая история. И это же все перешло и туда, конечно. Поэтому вольницы уже нет. Но это не значит, что все места разные, очень разные, с разными традициями. с разными начальниками. Вот буквально несколько дней назад, в прямом смысле, несколько дней назад, такую, расскажу такую историю, прямо со мной. Это притча. Приезжают там мои знакомые, и с ним приезжает, я не хочу называть точно, чтобы, но такой деятель Министерства образования, официальный такой, взрослый человек. К вам приезжают? Да, ну, в гости. Мы разговариваем, все, познакомимся. Я его узнал сразу. Мы все абсолютно нормально, еще это мы разговариваем. И он мне говорит, вот у вас такая жизнь, так необычно, это все, пятое-десятое. Я ему говорю, знаете, а ваша жизнь еще более необычная, чем моя. А что такое необычное? Я говорю, а правильно ли я понимаю, что вы в 90-е годы и в начале нулевых жили ну, фактически начальником такой-то тюрьмы? Он говорит, да. Я говорю, слушайте, я ничего не предъявляю, я никого не воспитываю, мне просто очень намного глубже, чем интересно. и говорю, слушай, ну, скажи, пожалуйста, вот в этой же лет 10 в этой тюряге убивали людей. Вы и ваши сотрудники. Ну, просто убивали. Он говорит, да. Я говорю, я говорю, я говорю, хорошо знаю, я прошел через это, я говорю, я вас запомню просто. Ну, вот. Я говорю, мне очень интересно, почему вот в этой тюрьме был ну, какой-то там, не хочу сравнивать, конечно, с историческим, но это была живодерня. Я говорю, а в 60-ти километрах я сидел в лагере и меня ни разу не оскорбили, ни разу не унизили. Я говорю, как так получается? он что-то такое, как бы ему неудобно стало, так, ну, как-то, или он говорит, слушай, ну, вот так вот, такая традиция. Ну, вот. Традиция? Да, сейчас расскажу. И я ему говорю, а теперь по поводу биографии. Я говорю, вот смотрите, я говорю, 10 лет вы носили погоны. Я-то ладно. Ну, я-то что? Моя биография, она на заборе написана. Носили погоны. Я говорю, и уродовали людей десятками, сотнями уродовали людей за то, что они как бы хотят там, не хотят убирать туалеты или еще что-то. То есть там, вы посмотрите, что там было. То есть там, там говорить даже не хочется. Я говорю, а теперь, у вас стол, студенты, какие-то курсовые, какие-то проекты. Вы кого-то отчисляете, кому-то, может быть. Я говорю, по-моему, вы более удивительный человек, чем я. И он так, ну, я с этой точки зрения не смотрел, я говорю, мы же, говорю, не выясняем что-то. Я что-то ничего, не тыкаю пальцем, мы просто рассуждаем. Я говорю, вы очень взрослый, я очень взрослый. Я говорю, а кто хуже? Кто хуже? Ну, я из бывших гангстеров. Я говорю, ну, земята, звезды здесь были. Ты же зарплату получил. Я говорю, что вы творили? Это не про, разумеется, не про случайную встречу, она просто, ну, она произошла, буквально несколько дней назад. это про то, что вот эта тюрьма такая, а рядом другая, а рядом третья. И Россия, она, ну, если так, в крупную клетку, вот Карелия, туда, если блатных везут настоящих, они вскрываются. Не поедем, потому что там будут, ну, ну, все, а все хотят куда? Краснодарский край, потеплее, либо туда, в Хабаровск. Ну, ну, это же законы одни, правильно? Ну, так и у нас республики в стране разные, и живут они по разным законам. Да, вот это так вот. А страна одна. Поэтому, ну, в Екатеринбурге в 15-м году все закончилось. Ну, такая вольница в 15-м году. Почему? С чем связано? да, посадили там за все. Притом, посадили не за то, что там деньги берутся. Не, не за это. Дело житейское. А за там, там, как раз вот это, этот момент, он такой, он очень простой, и где государство выясняет отношения. А все очень просто. Есть там традиции, понятия, ну, целая куча. А есть, ну, нельзя убирать туалеты. Ну, нельзя. Не у себя дома, ну, Ну, как бы, да, это край. И в таких тюрьмах тут тряпка пошел. Чего? Ну, тогда начинаются пытки. Не кто-то кому-то звезданул. Пытки. Если подробно, выглядит это так. Человека берут, и резиновая палка отбивают ему все ягодицы, вот задницу, все ягодицы. Она так и становится такая синяя. А потом ждут 3-4 часа, когда это превратится в огромные синяки. И по-новой. Люди теряют сознание там только ради этого. А потом еле живого бросают головой в унитаз. в унитазе. Ну, ну, так. Это же, это же не про упыря. Стоит упырь где-то. Вот этот упырь делает. Ну, как? Десятки сотрудников, сведомо, все. Ну, это каждый день. Молотилово это было у них. Каждый день. Это норма. как у нас там, я не знаю, там. Почему кофемашина испортилась? Починили. Вот из этой сели. И это было, то есть, это так работает. А рядом такого быть не может. Ну, не может такого быть просто. от человека зависит? От человека, от какой-то... Или от того, что он вам сказал, традиция такая? Притом, очень трудно понять, ну, что вы делаете, для чего вы это делаете. Мы ломаем там, мы заставляем там, в общем, придумать все, что угодно. Можно же и женщину изнасиловать, но еще что-нибудь, ну, что-нибудь придумать. Это государство, государство так порой себя ведет, были такое, знаете, как Соликамска пошло, Челябинск, Соликамс, знаете, такие вот есть темные очень моменты, где это все, где это все устоялось. Вы про зоны говорите там? И про зоны, про тюрьмы так. А рядом вообще все в порядке. Рядом может быть абсолютный бардак и может быть абсолютно человеческие правильные условия, где там никто никого там не ударит даже. В прямом смысле не ударит. А рядом живодерни. Это так работает. вы когда приехали на зону, ну, что ваши первые впечатления, что вы увидели? Что это было за место? Ну, 13-е... Как это выглядело? 13-я зона, ну, она сейчас есть, нижний Тагил, ну, в самом, в самом городе. она же такая была до определенного времени уникальная. Это сейчас много лагерей для бывших сотрудников, ну, там, пять-шесть по стране. А тогда была одна. и она была такая. Никто ничего не понимает, но там же сидели, там, Чурбанов, узбекское дело, краснодарское дело, то есть там, там, тузы-бубей сидели, да, то есть, как бы там все в порядке. Ну, вот. И она была такая, статус такой был. Какие-то мифы рассказывали. И нас, значит, мы когда-то зашли, первое, что я обалдел, там, там же рядом Уралвагонзавод, вот, и все, грубо говоря, локальные участки, все, то есть, грубо говоря, ты выходишь, а вокруг вот эти вот, вот, как бы, листы железа, вот цистерн каких-то и так далее, то есть, ты попадаешь в какую-то, как, в трубу такую. Сначала не понял, вообще где-то, то есть, ты видишь, и первое такое ощущение, то есть, как бы, нету пространства, есть вот такие вот железные какие-то направо, налево, какие-то тупиковые путь развития. И ты думаешь, слушай, парни, а это что? А это что это у вас тут такое? И вот такое, такое смущение такое, то есть, то обычно, ну, как-то простор должен быть, да, или клетки какие-то, ну, какие-то решетки, ну, как-то, как-то плюски должны быть. И вот это я, я первый раз шел, ну, и так, нас привели, ну, и я говорю, дай какого-нибудь там, ну, и сразу там, с Питера есть кто-нибудь там, ну, кричишь там, и там, выходит, кто сидят там, ну, да, есть там, джазмен один был. Джазмен? Да, джазмен. А как он оказался на... А он носил погоны, ну, вот, и... В смысле, так он был музыкант, или он... он был там сержантом каким-то, да, и, помимо этого, то есть, он был плохим сержантом, очень хорошим джазменом. и так вышло, что, короче, кого-то они убили, ну, как вот в песне, да, убили цыганку, так вышло. А, и я его, я говорю, видите, такой-такой откуда-то, я говорю, оттуда, что же, как вы здесь вообще-то, что это такое вообще-то, еще не хватало сверху только, чтобы небо не было видеть, и вообще-то в метро живешь. Он говорит, да, все нормально. И сейчас освоишься. И потом, вот первое впечатление, вот это, вот этой замкнутости. А потом, конечно, ты привыкаешь, и потом ты понимаешь, что есть просторы. Также оборудованы прогулочные дворики, их у нас три, один в небольшой площади, со всеми установленными требованиями. Вот. И два больших, это для оставшейся основной массы осужденных, которые также будут проводиться на прогулку. Ну, и начиная жить, опять же, мы же все живем, какая разница, где мы живем? Мы живем, ну, помимо какого-то внутреннего, какого-то морали, какой-то, ну, каких-то принципов своих, да, можем мы или не можем себе позволить что-то? Ну, все очень просто. Можем или не можем. В Советском Союзе ты можешь или не можешь черного хода что-то купить? Или там, а сейчас ты там, ну, пожалуйста, ты можешь там, я не знаю, там, через Казахстан перегнать что-то там, или не можешь? ну, ну, все, дальше, деньги, инструменты, возможности и так далее. Любой человек хочет жить, ну, лучше. Ну, вот, так и там. вся эта структура работает прекрасно. Сколько у вас человек в отряде было? в отряде человек, человек 80. Что за люди были? А там же 13-я зона, она, это такие, может, там все сидят, бывшие сотрудники. Нет, там наполовину сидят джазмены. джазмены. Вот там, там много сидят, там, и с улицы привозят, и с малолетки привозят, которые не имеют отношения с гонором. То есть там, там не та история, где вот там прокуроры-гаишники. Там в одном, так сказать, отряде могут оказаться и с улицы ребята, и там, ну, там искра-то постоянно идет. Вот. А я, а я ехал с таким Асланом, он капитан, был капитаном из Осетии. Ну, они там воевали за перевал. Ну, вот, кто-то там, одни хотели, чтобы там, она шла по этому перевалу, а другие не хотели этого. Ну, и клали там, там же, это у нас-то не очень видно, кто капитан, кто нет, а там-то Осетия. Ну, и, в общем, он с этой, с этой войны за наркотрафик попал. Он такой, очень, благородный. Вот. И мы как раз, в отряд нас заводят, а там как раз построение. Ну, он стоит, построение, какой-то отряд стоит, выходит какой-то непонятный нам парень, и что-то такое орет, что вот там, что-то снег не убрали, еще немного там и под хвостом баловаться будете. Ну, другими словами. Аслан говорит, сейчас его убьют. Я говорю, подождем, все интересно. Ну, все так раз разошлись. Мы так подходим к нему, он записывает там, кто новый там, где там будете. я говорю, так, значит, давай так, мы вместе, хорошее место, туда-сюда, ну, давай, говори условия. И Аслану ему говорил, слушай, он говорит, у меня просьба, ты завтра на утреннем разводе, ты говори, что ты хочешь, но сначала ты скажи, что Аслан и Женя под хвост баловаться не будут. Хорошо? А еще раз так скажешь, я тебя убью. Я говорю, Аслан, ну, что ты так начинаешь сразу? Мы же должны договориться с человеком. Он говорит, да, да, все понял. Человек может позволить себе? Он говорит. Ну, и говорит, какие-то вещи ненужные. Нет, потому что хочет кого-то оскорбить. Ну, так, понесло. Оп, рядом. Сдаю, сдаю, назад. Все просто, как и здесь. А были отморозки в отряде? Такие нет. В основном, были удивительные люди. Были те, кто, те, кто изображает из себя, поднимаются с малолетки. А малолетка страшная вещь. Они заряжены на, вот, на такую, на идею, на преступную. и ты ему спрашиваешь, молодой парень там все. Ты говоришь, слушай, ну, работать будешь, нет? Я не буду. вопросов нет. То есть, ты, ты как бы страдать. Закрываться будешь. Да, все, я, я буду страдать. Моя идея. Я говорю, все, я уважаю твою идею. Утро выходит. поел со всеми. И на промзону. Идет на промзону. На промзоне там, ну, кто, кто работает, кто делает вид, что работает. Он ничего не делает. Подходит, его звали. Копач как-то это его звали. Я говорю, слушай, ты чего? Ум, ты что? Я говорю, ты вышла. Нет, я работать не буду. Я говорю, не, 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 так не бывает. Ты либо закрываешься, говоришь, я иду по черной, по черной жизни. Все, у тебя своя биография, своя иерархия, и так далее. Я говорю, либо, ну, как-то, а то получается, что, как бы, мы за тебя работаем. Он говорит, ну, бери телефон, звони. Что? Что я такое-то? Я говорю, ну, зачем ты меня подталкиваешь к этому, к стуку? Я говорю, мы по-другому поступим. Как? Я говорю, ну, сначала руками будем учить. Не поймешь, ногами будем учить. Это вы ему так говорите? Да. У тебя два варианта. И тут ногами учили. А как? Ну, а как? Ну, ты, как бы, ты, ну, ты кто? Ты по этой жизни или по этой жизни? Ну, ты должен. А то получается, что я, я, как бы, я, как бы, дворянин, но, но с коняхами я тоже ем, но за их счет. Понимаете? Ну, так не бывает. Это все вот так. Там очень много таких картинок. Все это натягивалось при моем участии. А теперь я же снимаю. Это потому, что вы стали лучше. Вас стали мы больше доверять. Ну, вот, а есть, есть масса людей, которые, знаете, есть такая фраза, я не знаю, кто ее придумал, я запомнил, что тюрьма, значит, хороших людей ставит на путь исправления. Вот. Так и здесь. Человек, как бы он, что бы он не сделал, как бы он не пожалел, что он сделал, или, может быть, он действительно, ну, раскаялся. Хотя, до сих пор непонятно, Раскольников раскаялся или нет, да, или тюрьма зверя там спорят, ну вот, то потом, он не может, человек не может находиться постоянно в состоянии какого-то раскаяния, горя и так далее. и так далее. Он живет, что бы он не сделал. Он и смеется, и так далее, и так далее. С ним был такой, его звали немец. Почему немец? он с собой, у него была такая тетрадка, а там была статья из какого-то города, ну, типа, ну, под Москвой. Расстрелянная свадьба. Он был капитаном госбезопасности. Нормальный парень такой. А он такой был как, его не то, чтобы там обижали, я когда пьешь кофе там, или что-то такое, они говорят, слушай, немец, иди сюда. Слушай, Женя, расскажи, ну, ну, как байку. Он говорит, а что? Он говорит, слушай, ну, расскажи, он же, ну, не знает еще. Он говорит, ну, что рассказывать? Я говорит, капитан госбезопасности, у меня жена такая, ну, в общем, такая. Я сколько, значит, ссорился с ней, это все пятое-десятое, и прихожу с этого, с дежурства, а ее нет, она, где она, она, значит, на свадьбе у подруги. Я туда пошел, прихожу, а там она там в таком виде, ей непонятно на коленях у кого, и так далее, и так далее, но я все понял. Я говорю, ну, и что? Он говорит, я, 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 и говорит, невесту, жениха, он говорит, они, говорит, в окно бы прыгали. Я говорю, понял. Потом, говорит, когда всех расстрелял, хватаю свою жену за голову, раз в башню, а патроны кончились. Я завороженно так слушаю, ну, вот капитана его безопасности, ну, вот, я говорю, да, я говорю, сильно, ну, расстрелянная свадьба. Да я уверен, что где-то и в библиотеке, а может быть, это не сомнение, ну, в гугле навряд ли есть, а в библиотеке точно есть. Вот, расстрелянная свадьба. И вот что сказать? Тут, как бы, какого-то трагического романа очень трудно написать, да, какую-то черную комедию тоже тяжело, потому что, там, ну, восемь человек, у него, ну, у него восемь было, в этом самом деле, восемь человек с невестой. Вот как к этому относиться? Ну, можно, конечно, сидеть, чего-то такое, а, хотя, ну, как к этому относиться? Ну, вот ты слушаешь, наверное, так посмотрел, так, ну, немец сильно. Вот он преступник или нет? Да. Ну, он преступник, потому что он кого-то расстрелял, как он к черту матери, преступник-то? Не пошел бы он на эту свадьбу, сейчас бы на Лубянке начальником управления работал. Или в министерстве образования. Или в министерстве образования. Понимаете? Ну, как, да? Ну, то есть, что это такое, да? Это же, это же не про преступность, это про другое. Там много таких вот вещей. Вот. И, и поэтому люди собираются по, ну, потому как, ну, какой жизнью они жили на воле, да? Такое собираются. то есть профессионалы или нет? Или вот, ну, как бы, ну, небес, ну, ну, что тут? А вам попадало на зоне? Что надо? Попадало? Попадало, в смысле, ну, не знаю, убили под какой-нибудь... Нет, мы какой-то, каких-то, на Ре начинались разговоры. Ну, ну, был готов, да? А так, ну, не доходил. Начальник зоны, что был за человек? Это тоже удивительная история. Я с ним, ну, не дружу, но я могу открыто сказать, Коновалов Александр Львович. Он сейчас ветеран, живет в Тагиле. Он недавно приезжал в Петербург с супругой. Ну, вот. Я, как бы, организовывал им поход в Мариинский театр. Ну, вот. И вообще мне, ну, я, я рад, что иногда звоню, разговариваю. Хозяин зоны. Он? Хозяин зоны? Ну, да. Ну, как бы, начальник, все-таки, конечно, да, есть начальник учреждения на бумаге, конечно, хозяин. Наша традиция, я думаю, что и в других странах мира в большинстве, хозяин. Ну, это правильно. Но Коновалов пришел как раз в конце, вот где-то в середине 90-х, а он такой удивительный человек, он демократ. Это не, это не видно. Это не видно по, ну, как он двигается, как он говорит, конечно, власть, но внутри он, он был абсолютный демократ. и он очень сильно изменил жизнь в лагере. Демократ, это не значит, он будет там с кем-то перекуривать, смеяться. он был за, ну, за какую-то свободу, он был против вот этого пресса, против того, чтобы, как бы, если не понял палками, он вообще не принимал это. и, а мы, там очень много было людей таких ярких, ну, и с деньгами, и вообще. Ну, ты же не на автобусной остановке ждешь, когда подойдет, да, ты понимаешь, это долго, и ты должен себя занимать. Ну, можно, конечно, там водку доставать туда-сюда, но это такое занятие. Мы организовали такую шайку-лейку, радио сделали, затащили всякие кассеты, джаз, рок, хард-рок, музыка такое, в клубе сделали комнату хард-роковую с плакатами, с черепами такими, значит, поснимали все решетки, сделали такие витражи, в общем, ломали зону как могли. Ну вот. В клубе, ой, не в этом, в столовой на 400 человек у меня играл Патитучи и Чик Корея. А на Литейке, на этой самой, на Фера Титане, там Филипп Ансельма, Сепультура, Пантера, там все было хорошо. Ходили в этих банданах, которые мы затянули. Так вот, это к чему? Коновалов все это видел. это не должно было нравиться тюрьме. Ну, как бы, да, то есть, это что вообще такое? И я бы не сказал, что ему это нравилось, что он там любитель Лед Зепплин. Ну, как бы, он так, ну, ладно, пусть будет. В этом такая демократия была. И как-то мы сидим с ним, а я приезжал на Урал, сидим в каком-то ресторанчике, я с сыном приехал, там, с женой, мы сидим с ним, и он как-то мне так, он так корректно слушает, говорит, мы с тобой так болтаем, вспоминаем, у тебя может быть какое-то там другое мнение. Я говорю, Станин Львович, я говорю, какое у меня мнение? Я говорю, ты ни разу не оскорбил меня, не унизил, не крикнул, я говорю, я там, у тебя ползоны решеток снес там. Я говорю, какое у меня мнение? Я говорю, вот, приезжай, будешь спать в моей квартире, если не будет места, я на полу буду спать. Но, но, но он со мной не дружил на зоне, вот так, на расстоянии. А в охра, что были за люди? Ну, в охра, охрана, что это были за люди? что это были за люди? кто-то пропьет все деньги. Жить-то надо. Живет в зоне. Чтобы жена не прибила. Ну, питается. Есть такая история, есть такая история. кто-то был опер, а он сейчас судьей в Нижнем Тагиле, мастер спорта по прыжкам с парашютом, любил, читал Монтеня и так далее. То есть, это совершенно разные люди. То есть, но, когда ты понимаешь, как это устроено, дело в том, что там же, а те, кто, ну, служат по 30, по 20 лет, они, ну, там такой Андреевич был, майор, он 20 лет служит, а Коля такой из Краснодара, он что-то лет 12 уже сидит, завязывал производством такой рукастый, они там, что-то жены их дружат вместе, они куда-то там на юг эти жены ездят, ну, понимаете, то есть, они уже перезнакомились, ну, то есть, это не охрана, это как бы близкие люди, ну, вот, все друг друга знают, тем более, там, всякие, не Петербург, не Москва, города маленькие, все вот, ну, как деревенское кладбище, поэтому очень трудно, есть, смешные персонажи, Вурдалаков, не то, что Вурдалаков, а как-то людей, которые там какой-то гадость делают или что-то им понравится, что-то, таких не было, наоборот, то есть, я серьезно говорю. Я сидел с человеком, к которому приехал Чурбанов, напомним, зять Брежнева, генерал-полковник, его потом шею свернули, и в Тагиле было, а это было, ну, что такое было, министр внутренних дел, Щелоков, да, в Советском Союзе, и Чурбанов, и Чурбанов даже могущественнее был по своим этим самым, сравнить сейчас трудно с кем-то, ну, приезжает в 13-ю зону, всем интересно же, Чурбанов-то, серьезно, ну, все-таки, просто, у кого чай, у кого не чай, собрались такие, правильные, ну, Чурбанов пришел, все, заварили, ну, интересно же, действительно, генерал-полковник, ну, с дочкой Брежнева спал, да, он берет чашку чая, так, выпил, и говорит, вообще-то, я люблю покрепче, и ставят, а напротив, Коля такой, Фирсов сидит, и он говорит, слышь, так и говорили, генерал, ты чего, ты кто такой вообще, так и говорит? Да, так и говорит, я говорю, ты, не забыл ничего, тут люди с тебе с уважением, шоколадку нашли, вообще-то, сейчас вообще-то будете, как бы, о чем эта история? Эта история, даже не о том, что Чурбанов недалекий, он нехороший человек, потому что любой человек в деревне, во дворце, да, ну так себя не ведет, не потому, что это прилично, неприлично, слышь, вообще-то я, и так далее, и все, и карьера Чурбанова в лагере сразу стала, мир заиграл другими красками, его поставили, короче, там станок был, вот эти вот, называется это креманки, две мороженицы, две такие полусферы, вот если где-нибудь увидите, вдруг заходите в столовую, видите, такие креманки полусферы, вот Чурбанов стоял на станке, и вот так их сваркой холодной присобачивал, поэтому если где-нибудь увидите, хватайте, нельзя доказать, и нельзя провернуть, это сделал Чурбанов, ну вот, а почему он там оказался? Потому что он вернулся из космоса, и вот, и Коля такое сказал, Коля, понял, туда, и зэк решил, где будет работать генерал-полковник, и правильно сделал, и правильно сделал, у вас от зоны вот на сегодняшний день не то чтобы урок, не знаю, вот главное, что с вами осталось от этого опыта, вот вы, вот понимание, чего осталось с вами, или важно для вас? ну, сначала бы не так я, дело в том, что мы живем в таком, и вот сейчас, в это время живем в некой буре, где ты можешь ожидать чего угодно, ты можешь ожидать тюрьмы, не потому что ты что-то делаешь, или кто-то хочет, ну, как бы ты ожидаешь, да, как, и ты готов, вот как бы, ты готов, при этом мало, ну, вот, но, прежде всего, это готов, то есть, такого, ох, такого не будет, это очень важно, потому что, если ты не был в этой электричке, тяжело, а так ты знаешь, что, как, и я, может быть, скажу такую вещь, но я, это ни в коем случае не для пафоса, или для чего-то, я про себя все знаю, ну, для меня, вот, как бы, страна, Петербург, Васильевский остров, я здесь и жить буду, и сидеть я буду здесь, если завтра, слушай, ну, ты можешь убежать, ну, я буду бегать внутри, но сидеть я буду здесь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил DimaTorzok